УАЗ Патриот не просто автомобиль, а настоящая техника со всеми вытекающими жидкостями. Тут у нас под коврик водителя что-то затекло, на ощупь маслянистая и явно жрущая краска. И мы делаем вывод, что это скорее всего тормозная жидкость, которая у нас идет из главного цилиндра сцепления. Ремонтировать в этом узле нечего, его придется только менять. Благо стоит он недорого и работа по замене относительно несложна. Первым делом по максимуму освободим место вокруг главного цилиндра сцепления. Снимем крышку предохранителей, снимем минусовую клемму и самое главное плюсовую клемму, которая реально мешает. Потом с помощью шприца откачиваем тормозную жидкость из бачка и плотненько закрываем бачок крышкой, чтобы тормозуха оттуда не потекла, когда будете его вынимать. Лучше всего работать в перчатках резиновых или хотя бы прорезиненных, потому что тормозуха вещь не очень хорошая для кожи. При попытке открутить трубку она начала вращаться вместе с гайкой, этого допускать нельзя. Берем плоскогубцы и очень аккуратно придерживаем трубку и откручиваем гайку. Места там очень мало, поэтому придется немножко попыхтеть. Далее в салоне с помощью плоскогубцев и ключика на 13 снимаем педаль сцепления. За педалью сцепления находятся две гаечки на 20, которые держат непосредственно главный цилиндр сцепления. Тут ничего сложного, откручиваем эти две гаечки, потом идем под капот и изымаем оттуда главный цилиндр сцепления. Перед установкой нового цилиндра нужно убедиться, что он реально подходит и весь крепеж и резьба соответствуют, потому что у меня, например, резьба не соответствовала гайкам, которые были. Далее все собираем в обратном порядке, прикручиваем две гайки на 20, потом три гайки на 13, не забываем про фишку на сцепление и вот у нас цилиндр на месте. Далее заливаем новую тормозную жидкость в бачок и готовимся к прокачке сцепления. Для этого нужен обязательно будет помощник. Если у вас нету ямы, то залазить под машину лучше с водительской стороны. Располагаемся головой в районе раздатки и оттуда мы можем наблюдать клапан, который нам нужен для прокачки системы сцепления. На моем Патриоте из установленных защитнища это единственный способ как можно дотянуться до этого клапана. Во время прокачки обязательно следите за уровнем жижи, чтобы не хапнуть воздух в систему. А после всех проделанных манипуляций продолжаем эксплуатировать автомобиль по назначению.